Виктор Глебович Верстаков 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 Это называется «Ради твоей неизвестной любви», но это по одной моей афганской песне, где вот есть такой рефрен. Если хотите, я спою. Пожалуйста, именно афганскую песню. В красных заплатах солдатской крови, я под огнём перекрестным не струшу ради твоей неизвестной любви. Может быть, смерть мои руки развяжет, я обниму тебя, падая в снег. Горы высокие небу расскажут, как человека любил человек. Словом прощанье, слезою печали, из-за далека ни тревожь, ни завид. Лучше останься такой, как в начале нашей с тобой неизвестной любви. Мы не бродили Москвою вечерней, не целовались в нескучном саду. Не придавай же большого значения, если однажды совсем не приду. Ближе и ближе чужие халаты, всё позабудь, мои письма порви. Как я себя разрываю гранатой ради твоей неизвестной любви. Как я себя разрываю гранатой в память твоей неизвестной любви. Виктор, вот у вас целый цикл афганских песен. Вот чем отличается афганская песня от тех, что вы создавали прежде? Ну, про себя-то трудно говорить, не знаю. Но мне кажется, что вообще афганская песня отличается от тех песен, которые мы, скажем. Есть целый такой круг авторов, которые писали до Афганистана и в Афганистане писали. Чем отличается? Ну, пожалуй, какой-то немножко успокоенностью, как ни странно. То есть есть афганская песня такая бурная, шумная, крикливая, так сказать, с убийством и всё прочее. Это тоже замечательный жанр. Но, как правило, такие ребята, кто до Афганистана уже писал, они наоборот стали писать более спокойные песни, более лирические. И более такие, ну, которые мы считаем, что они, так сказать, ближе от сердца к сердцу. Вот мне надо сказать. Вы знаете, изумительно, там же война, там убивали, там такое сражение страшное. И вдруг лирика. Чем вот можно объяснить появление именно лирической струи в творчестве музыкантов, бардов, афганцев? Там вообще всё непонятно, если честно говорить. Ну, что нам до этой войны, которая уже и кончилась, в общем-то, несколько лет назад. И сейчас на свои войны гораздо более страшные идут. И вот буквально здесь же, и по соседству с этой землёй, за перевалами в Чечне воюют, там Ингушетия, Осетия и всё. В Таджикистане уже погибло намного больше народу, чем за все 9 лет афганских событий. Там уже больше 100 тысяч, а ещё считай, сколько ушло там. Я в Приднестровье был там, ну, в общем, по горячим точкам нынешним поездил. Здесь не пишут писем. А там в Афганистане почему-то писали. Я для себя нашёл такое объяснение, что, видимо, то была последняя, так сказать, война или военный поход великой державы, когда мы все чувствовали себя ещё братьями. И когда мы всё-таки думали, несмотря на то, что политики, так сказать, сейчас и тогда лгали, всё прочее, но большинство солдат, мальчишек, они как-то не говорили, что уж совсем там интернациональный долг, но они чувствовали, что они там нужны. Вот сейчас как раз оказалось, что они там нужны. Вот когда они вышли, то стали оттуда бить нас здесь, в Советском Союзе, и погибать, ребята, целые заставы пропадательства. Вот тогда уже было понимание у тех мальчишек даже, что зачем-то это надо, зачем нельзя. Поэтому там стала рождаться песня. Вот самое удивительное, что именно там, именно на этой маленькой войне, именно в ту пору, когда разваливалась гигантская сторона, и, так сказать, оставались последние моменты братства. А почему лирика, я сам немножко удивляюсь, очень много ещё печальных песен сами солдаты писали. Меня удивило, что, скажем, перед боем, вот буквально за несколько минут, они там, ну, гитару там взять, там петь, я думаю, ну что, сейчас что-нибудь такое, там, мы пойдём и всех убьём, там, да-да-да-да. Они, они поют о том, как сами погибают, ну, такие песни, типа, ради твоей неизвестной любви, там, что если я разрываю гранаты. Я даже боялся вот первое время, что они, так думаю, накликают, что ли, беду. А потом оказалось, что нет, вот так вот ребята настраивались. Это вот молодёжь, вот так вот, ну, тут ещё может быть какое-то такое, что когда что-то плохое проговоришь, или обдумаешь, или выскажешь, то в жизни оно часто не случается. Может быть, из-за этого. Но там было очень много лирики и очень много грустно. Но были и весёлые песни, там, так называли, кричалки, там, и всё прочее. А вы не могли бы нам исполнить такую? Если у вас такого нет, ничего в репертуаре. Ну, я боюсь, что тут, где мы снимаемся, тут сейчас тогда нас прогонят отсюда. Но я такое относительно, что ли, ну, даже не весёлого, я спою так более-менее энергичную песню. Она посвящена вертолётчикам, потому что вертолётчики в Афгане, конечно, делают чудеса, и спасали ребят раненых, и вся надежда была на вертолётчиков. Они обычно, когда кого-то ранят, даже на досудном месте, они садятся, чтобы там не было под огнём. Если там есть груз, как называют, там, 300 или ещё раненый, то они любуются ничего. У меня просто было очень много друзей. Вот книжка «Афганский леник», они написаны, и почти все, к сожалению, погибли. То есть где-то из 11 ребят, с кем я так реально дружил, летал в вертолёчке, вот живыми остались двое, как он мне писал, как и живых. Это судьба. Песную цопости над головой Дорожит рукоять управлением Заходишь от солнца, и то, что живой Смеряешь с наземной тенью Берёшь на себя, всё берёшь на себя За все отвечаешь исходы Железная птица покорно трубя Заскальзывает с небосвода Пробита обшивка, разбито стекло Передняя стойка погнута Но ты приземлился, тебе повезло Тебе и в пехоте кому-то Он ранен, тебя посылали к нему Ты сел под обстрелом на скалы Железная птица в сигнальном дыму С гранитным слилась пьедесталом Погрузка окончена, двинут шаг газ С трудом отрываешь машину И в небе ты выжил, и ты его спас Бойца безымянной вершины Набрал высоту, оглянулся в отсек В артехнике, вну, всё в порядке Лети вертолётчик, живи человек Счастливые ребята посадки Берём на себя, всё берём на себя За все отвечаем исходы Железные птицы покорно трубя Летят посреди небосвода Мы сейчас заговорили об армейской песне Вот можно выделить в армейской песне Вы говорили, белогвардейский романс Афганский цикл А вот сегодня, что сочиняют офицеры Что, к какой музыке обращаются военные Ну, за всех военных Ну, вот вы именно, да За всех военных говорить сложно Но мы, вот, свои студии Военно-художественные, писательские Мы раньше сдавали альманах Ну, мы каждый издаём свои книги Но всё тяжелее и тяжелее Поэтому, чтобы общаться с народом В том числе и с военным Мы, так сказать, вышли на сцену, на эстраду где-то И мы организовываем вечера Такие песни, поэтические И, в общем-то, могу сказать Что в публике и находит отклик какой-то Вот раньше, несколько лет назад Афганские песни, они шли на ура Они были вне конкуренции Сейчас люди больше тянутся К какому-то успокоенности и осмыслению То есть, такой вот жанр синтетический Одновременно он был в русской музыкальной культуре Военный романс или офицерский романс Вот это то, куда вошла афганская песня Мне кажется, что сейчас люди к этому стремятся Кстати, он может быть не только серьёзный Может быть и шуточный Хотите, могу спеть шуточный Офицерский романс Время, так сказать, засели демократии Я с удовольствием послушаю Думаю, телезрители тоже Вот на выступлениях Ну, он, кстати, сейчас Я его уже печатал в некоторых журналах И здесь он в книге есть Так что я отписал для своего узкого круга Офицеров Думаю, ну, встретимся, выпьем, посмеёмся А потом казалось, что более-менее Что-то у офицера Вот, по крайней мере, на выступлениях Я это вижу Именно вот эта вещь Находит отклик А он совершенно шуточный, так сказать И называется у меня тоже Офицерский романс Ах, пуля, конечно же, дура Но это ещё ничего Пьёт штаб с капитаны Кремлёвские звёзды по концу Опять обратились в Орло Восходит трёхцветное солнце Из красных советских углов В музейном Успенском соборе Гремит литургия опять И значит, за Чёрное море Нам скоро пора отплывать Сбежится, как район Союза Орда голопузых господ Стреляя, посевший от груза О, рост и наш теплоход А впрочем, куда торопиться Товарищи штаб и корнет Ещё мы успеем напиться И в землю нарыть партбилет Ах, пуля, конечно же, дура Но это ещё ничего Пьёт штаб с капитаны С главкура С горнетом из войск ПВО Довольно интересная, оригинальная песня Ну, неожиданно Потому что писалось для узкого круга Окажется, узкий круг думает о том же О чём иногда и широкий Знаете, вот меня что заинтересовало Ну, писать стихи Это общая культура А вот как Вы пришли к музыке? Я знаю, что Вы не музыкант всё-таки по образованию Как Вы начали сочинять? Это ж надо уметь знать нотную грамоту Какое-то образование получить С чего всё началось? Ну, мне повезло то, что я как бы Человек без родины А точнее, что человеку это очень большая родина У меня отец был офицер И поэтому детство прошло и в Германии И в Белоруссии И на Украине И в Ленинграде И в средней полосе России На юге, в общем, везде И, как правило, жили, конечно, в гарнизонах В городках А самый умный народ, по-моему Всегда в России был это солдаты А почему? А я не знаю Мне где-то лет до 35 Казалось, что самый взрослый Самый умный человек солдат И даже когда в автобусе боялся Думаю, что чёрт возьми Там это самое Солдат, типа, там рядом А я тут маленький Кое-то, потому что Ну, я думаю, 30 лет Не знаю, так чему-то мне кажется Ну, наверное, потому что Россия всегда воевала И такие большие периоды мира Который был почти 40 лет Я считаю, что с афганской войны Он кончился Это было просто исключение Ну вот, солдаты, короче говоря Они меня и научили В 5 лет водить машину В 6 лет играть на гитаре В 7 лет стрелять из автомата И так далее Вот так вот пришёл к музыке А потом, кстати, пришлось всё равно Какое-то музыкальное образование И самоучкой, и не самоучкой получать Я умею на гитаре И сложные вещи играть И, так сказать, романсы там настоящие Но для бардовской песни Это не нужно Это просто не нужно А когда вот сейчас Есть много барды, которые пишут Не на военную тему Они же, в принципе, ушли Ребята все вот В это бегание, так сказать, пальцами По грифу гитары И какие-то изощрённые аккорды А для афганской песни Как правило, это не нужно Это можно сделать Но тогда выйдет вперёд, так сказать, музыка И уйдёт дальше смысл А для военной песни Для афганской, для офицерской Очень важно донести смысл Так творчество военной песни Отличается тем, что сначала смысл Потом музыка, да? Содержание важнее музыки Или всё-таки здесь синтез существует? На мой взгляд Ну, я вообще поэт, поэтому Я человек предстрастный На мой взгляд Вообще всё искусство Начинается со смысла Музыку я очень люблю Она своё передаёт Но если это песня То всё-таки там важнее Я не говорю, что песни Шуберта Там очень важно Нам мы их и без перевода, так сказать Знаем, что это прекрасно Но там это всё-таки более классическое Музыку А та песня, которая идёт С эстрады реальной Которая идёт на публику реальную Я считаю, что там главный смысл Хотя всё у меня есть Виктор, вот интересно У меня здесь список ваших песен Ну, афганские понятно Армейские понятно Разные тоже А любовные Вот как это относится к вашему творчеству? Ну, не к афганскому циклу А вот к армейскому циклу Как их отнести? Их вообще выделяете, да, вы? В отдельную Я думаю, что военные люди Не только воюют, да И не столько воюют Сколько и занимаются И другими делами В том числе и влюбляются Вот Ну, а потом, конечно Поэзия Я не такой там тупой Военный Я вообще, в общем, не люблю Когда Относятся к военным не очень хорошо И когда сами военные Дают большую почву Для того, чтобы к ним относились Не хорошо Ну, то есть, если военные Действительно Они где-то В бою На учении В гарнизоне У них складывается Свой язык Но они, к сожалению Иногда вот этот язык свой Они, так сказать Начинают Показывать Совершенно не на других военных Говорят Ой, какой дурак Он двух слов связать не может Да он их может связать Ему незачем В армии связывать эти два слова Это достаточно сказать Одно четкое слово И он знает Что это на войне Больше не надо Там не успеешь сказать Это, кстати, очень сильно Заметно там Среди многих военных Когда они В своей компании Они нормальные люди Как только где-то Раз Настигнется Или еще Вот Ну, это мы начали с любви К тому, что Что военные, конечно Они и говорят про любовь Очень много Да потом они же просто Опять я себя не отношу к этому Но это же самые здоровые В том числе и физические И моральные люди Вы нам исполните Что-нибудь Из этого цикла, да? Хорошо Вы выберите Что-нибудь Ну, у нас как-то сегодня Ближе все-таки Мы на На романсы Поэтому так Я, если можно Какой-то не военный На такую Песню Типа романсы Любовные свои Ладно? Хорошо Горькое счастье Сладкая мука Жаркие лаз Вечная любовь Не бывало Не уходи Оглянись от порога Как горяча Она, как молода Вечной бывает Только тревога Вечной любви Ты не знал Никогда Глупо роптать Поздно плакать От боли От бесконечности Встречи Разлук Вечной бывает Только неволя Вечной любви Не бывало Мой друг Ей от тебя Было нужно Так мало Остановись Приласкай Погляди Вечной любви На земле Не бывало Значит Она еще Встал Впереди Вечной любви Никогда Не бывало Значит Она Еще Встал Впереди Спасибо вам большое За ваши песни И за нашу встречу Спасибо вам И желаю огромного счастья Вам И этому прекрасному городу Который сейчас Как-то вышел на Самые, по-моему, первые Роли вообще В бывшем Советском Союзе Раньше сюда Приезжали, ну извините Как немножко, так и будто В провинции А сейчас Вся политика Творится здесь Все лучшие военные люди Кстати, очень много Офицеров Которые прошли Афганистан Именно таких Боевых Настоящих Сюда попали Вот я как раз Недавно встречался Здесь есть Такой союз Офицеров запаса И там Полковник Довголь Полковник Носов Это же легендарные люди В Афганистане Которые были А вот теперь Они здесь в Сочи И организуют Очень много хороших дел И для города Кстати Для офицеров запаса Строят какое-то жилье У них своя фирма Там Фентекс Называется Не та, которая Покупает Продает Я думаю, что офицеры Еще послужат И городу Сочи А город Сочи Как-нибудь будет Хорошо принимать Так же хорошо Офицеров Спасибо Спасибо Спасибо